В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Состоялось первое заседание Общественного совета при УМВД России по Ленинскому городскому округу нового созыва. Будем надеяться, что наступивший 2021 год даст нам возможность почаще общаться, почаще обсуждать те вопросы. Нашему земляку, ветерану Великой Отечественной войны Борису Харитоновичу Канельскому исполнилось 95 лет. Хочу пожелать только одного. Держитесь, не сдавайтесь. Здоровья вам. И спасибо. Долгих лет. В Видном состоялось первое заседание Общественного совета при УМВД России по Ленинскому городскому округу нового созыва. В ближайшие три года лидерам общественного мнения предстоит тесное взаимодействие с населением и полицией, чтобы улучшить эффективность работы правоохранительных органов. Подробности первой встречи членов совета в репортаже Юлии Поготьян. Многие из тех, кто вошел в новый состав Совета при УМВД, представители других общественных организаций Ленинского городского округа. В частности, Общественной палаты муниципалитета. Так сказать, глаз народа. К мнению, этих людей прислушиваются. В составе Совета они призваны контролировать и освещать работу сотрудников внутренних дел, помогать делать их деятельность максимально открытой. Будем надеяться, что наступивший 2021 год даст нам возможность и почаще общаться, почаще обсуждать те вопросы, которые непосредственно связаны с обсуждением именно с участием Общественного совета, ну и, безусловно, выполнить ту работу совместную, которая предписана нам нормативно-правовыми актами. Члены Общественного совета при УМВД следят, чтобы обращения граждан рассматривались вовремя и компетентно. Участвуют во всевозможных рейдах, акциях и мероприятиях, организованных полицией, в частности, по обеспечению безопасности дорожного движения в Ленинском городском округе. Одна из основных функций Совета – проверка условий содержания задержанных. У представителей нового состава Совета настрой боевой. Оказывать помощь всячески, поддерживать и нашу МВД, и наших жителей, освещать проблемы, оповещать, рассказывать о различных, так скажем, способах профилактики, с теми же мошенничествами. Просветительская работа в школах, в институте нашем – это очень важно сейчас с молодым поколением. На заседании представители Совета избрали председателя. Им стал заслуженный тренер СССР Валерий Нефантьев. Для Валерия Георгиевича это не первый созыв. В заместители к нему пошли юрист Вячеслав Краснонос и предприниматель Дмитрий Гашев. Сформировался Совет, в общем-то, довольно профессиональный. Есть и юристы, и общественные деятели, и врачи, и педагоги. Практически всех знают, все люди достойные и имеют желание работать и приносить пользу. В ходе первой встречи новые члены Совета определили план действий на ближайшую перспективу. Созрели идеи по организации нескольких акций, телевизионных проектов и рабочей с населением. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. В Ленинском городском округе продолжается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19. А вот количество выписавшихся после лечения коронавирусной инфекции, наоборот, увеличивается. И даже после выписки о бывших больных заботятся. Чтобы добраться до дома, им не нужно вызывать такси, родственников с автомобилем или садиться в общественный транспорт. Почему? Узнал Максим Козлов. У приемного покоя вместе с каретами скорой помощи каждый день неизменно можно увидеть и пассажирские автобусы. Мы стараемся соблюдать общечеловеческие нормы. Поэтому была организована доставка пациентов на дом, невзирая на то, как далеко находится они от нашего района. Согласовано все это через министерство, естественно, здравоохранение, естественно, с помощью администрации Ленинского района. Такая практика в Видновской районной клинической больнице существует с начала пандемии. Но не только по месту жительства развозят людей эти автобусы. Как в песне поется, хорошо, что есть на свете, это счастье, путь домой. Особенно путь домой из больницы. Правда, у многих сидящих в этом автобусе он будет проходить через отделение так называемых легких коек, куда многие отправляются на долечивание. Нина Ивановна Драморецкая пролежала в стационаре почти месяц. Она здорова, но врачи понаблюдают за ней еще неделю. Она также едет в стационар на долечивание. Покидает больницу с теплом в душе. Очень довольна обслуживанием, чистотой, аккуратностью. По первому звуку, что называется, приходит, приносит и замечательный коллектив здесь. В среднем в день пассажирами этих автобусов становится от 20 до 30 человек. Сегодня их поменьше 5 по домам, 5 на долечивание. Я везу пациентов на легкие койки. А далеко это и в каком месте находится? Это вот недалеко, километров 7-8. Часто такие приходится выполнять поручения? Бывает, да. Ну, это примерно. Я не часто езжу, другие вот езжут часто. Маски скрывают лица, но не глаза. И в них читается огромная благодарность тем, кто прикладывал огромные усилия, чтобы эти люди сегодня садились в автобусы, которые увезут их подальше от больничных стен. Все врачи очень добродушны. Правильное лечение подобрано. Все вовремя, в срок. Спасибо всем большое. В Ленинском городском округе продолжается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19. Врачам становится легче, но они не устают призывать соблюдать меры предосторожности. Ведь покидать больницу хорошо. Но лучше в нее не попадать. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В продолжении темы. Она не понаслышке знает, что такое красная зона. И готова помогать людям днем и ночью, работая в весьма непростых условиях стационара для больных коронавирусом. Наш следующий сюжет о медсестре ВРКБ Раисе Малкиной, которая уже почти год плечом к плечу с врачами борется с COVID-19. Это ваши таблеточки. Вы будете принимать их утро, обед и вечер. Флакончики все подписаны. Раиса Малкина работает в ВРКБ с 2007 года. Пришла сюда на практику. Да так и осталось. Очень уж понравился коллектив. До пандемии была палатной медсестрой терапевтического отделения. Сейчас работает в красной зоне ковидного стационара. Вспоминая, как все начиналось, признается, было страшно. У нас поступали образно цирроз печени, пневмония, сахарный диабет, бронхиты. И здесь такой поток просто пневмонии ночью поступало даже чуть ли не до 20 человек. Уже в нашем терапевтическом корпусе не было мест. Закладывали кардиологию отдельно. Когда больницу перепрофилировали в ковидный стационар, Раиса добровольно решила остаться. Сама переболела еще в первую волну. За почти год работы в красной зоне она повидала всякое. Однажды, потеряв пациента, еще в самом начале пандемии, даже думала уйти из красной зоны. Я восприняла это, а не дай бог, если что-то может случиться со мной такое, да, кто мне поможет. Если просто все возьмут, отвернутся и уйдут, не будут работать, да, тогда все. И я решила, что будем бороться до конца. Работой, признается Раиса, нелегко. В защитном костюме медики проводят в красной зоне по 6 часов подряд. Затем, сняв защиту, можно немного отдохнуть в зеленой зоне, попить чаю, подышать воздухом и снова одеваться из-за работы. Но больным еще тяжелее, говорит Раиса. Многие просто стоят и говорят, ну я же помрусь, что меня спасать? Что вы? И вот начинаешь их как бы, да. Плюс я еще по образованию психолог, у меня высшее образование я получала в МГУТУ в Москве. Ну и как бы включаю свои психологические навыки, начинаю их настраивать на то, что вот что. Все нормально, подбодривать их, что все будет хорошо. И многим это придает сил, появляется желание бороться. Мы такие все добрые, такие все отзывчивые, таким просто, знаете, жить хочется, помогаем друг другу. Сейчас, говорит Раиса Малкина, работать гораздо легче, чем весной. Инфекция уже довольно изучена. Штат расширили, теперь в отделении дежурят по три медсестры. Да и врачи в РКБ настоящие профессионалы. О выборе профессии она ни разу не пожалела. И, несмотря на все сложности, мечтает, чтобы дочка-школьница пошла по ее стопам. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНОТВ. Сегодня свой юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Борис Харитонович Канельский. Фронтовику исполнилось 95 лет, с чем его пришли поздравить сотрудники администрации муниципалитета. Борис Харитонович встретил гостей в приподнятом настроении. Начальник территориального управления Моисей Шимаилов и начальник управления социальной защиты населения Елена Гусева зачитали юбиляру поздравления от президента, губернатора, главы муниципалитета и вручили памятные подарки. Хочу пожелать только одного. Держитесь, не сдавайтесь, здоровья вам. Спасибо. И долгих лет. Вы для нас пример. Вот гляжу на вас, думаю, мне надо тоже столько же прожить. Обязательно. И никак не надо. За время пандемии Борис Харитонович практически не выходил из дома и редко встречался с кем-то, кроме членов своей семьи. А ведь в обычное время он привык к активной общественной жизни и участию в патриотических мероприятиях. Считаю своим долгом рассказывать молодежи о том, какая была тяжелая война, как народ переживал эту войну, как сражались на фронте наши бойцы, как мы одерживали победу. Первые годы терпели неудачи, отступали. И враг прошел, аж до Сталинграда дошел. Внучка ветерана выразила благодарность администрации за то, что она поспособствовала созданиям книги в испоминании Бориса Харитоновича и всячески поддерживает его. Мы гордимся очень дедушкой и очень рады, что вы тоже здесь с нами поддерживаете нас. Спасибо огромное. Поздравления продолжились за праздничным столом, где ветеран за чашкой чая вспомнил о днях сражений за родину. В палатке в лесу, на рыбалке, в общественном транспорте или дома на диване. А где вы любите читать книги? Это сотрудники Центральной районной библиотеки предложили показать своим читателям в новом фотоконкурсе «Пойман за чтением». На конкурс принимаются фотографии в любом виде, электронном, печатном, в любом качестве и разрешении. Главное условие – в кадре должна быть книга и сам читатель. Чтение – это такой захватывающий процесс, который достигает человека в любой момент. И от него тяжело оторваться. Поэтому решили, что фотографии моментов и мест, где люди неожиданно их застала любовь к чтению, будет интересно посмотреть всем читателям. Организаторы призывают проявить фантазию и не только больше читать, но и делать это везде, где только можно, даже в самых неожиданных местах. Победители выберут сами читатели. Мы планируем провести народное голосование. То есть фотографии будут выложены для голосования в наших соцсетях. И зрители выберут самые понравившиеся. Результат мы объявим в следующей передаче, которая выходит у библиотеки страниц 17. Ну и победитель получит, конечно, книжку, естественно. А книга, как известно, лучший подарок. Так что спешите поучаствовать в конкурсе. Работы принимаются до 12 февраля. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.